Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Ростислава Ищенко. Недопереворот в Венесуэле. ЦРУ подставляет Трампа. Спецслужбы Венесуэлы предотвратили странную попытку переворота. По официальной версии, нанятая непонятно кем американская ЧВК «Сильверкорп» собрала две группы наемников, общей численностью менее 20 человек и отправила их в Венесуэлу с заданием. Объединившись с местными инсургентами, начать убивать мирных жителей и государственных деятелей с тем, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и создать условия для вооруженного путча. В этой истории прекрасно все. Для начала боевики пребывали практически без оружия. Оно ожидало их в схронах на территории Венесуэлы. Арсенал потрясает воображение. Пистолеты, дробовики и некоторое количество автоматических винтовок даже для толковой охоты мелкой группой на крупного зверя будет маловато. Между тем, после предыдущих неудачных попыток стало понятно, что пучистам придется столкнуться с неплохо вооруженной венесуэльской армией, которая до сих пор не была замечена в нелояльности правительству. Кстати, если бы в вооруженных силах Венесуэлы действовала серьезная оппозиционная организация, то присылать полтора десятка наемников было бы без надобности. Сами бы справились с организацией путча. Далее выяснилось, что спецслужбы Каракаса были прекрасно осведомлены о численном составе диверсантов, районах их высадки, местах хранения оружия и так далее. Всех взяли тепленькими и без какого-либо хотя бы академического сопротивления. Параллельно арестовали еще около сотни местных оппозиционеров и примерно такому же количеству удалось убежать. Еще одна странность – тайком высаживающихся наемников ждут заранее приготовленные засады. А на несколько десятков всем известных местных противников режима у полиции не хватает сил, чтобы единовременно всех накрыть. Впечатление такое, что не очень-то и хотелось. Пусть себе бегут в США, там от них проблем меньше, чем на родине. Еще один странный факт. Глава Сильверкорп Джордан Гудро, с завидной оперативностью признавший свою ответственность за подготовку путча, ранее занимал немалую должность в службе безопасности Белого дома. А один из схваченных на венесуэльской территории наемников, Люк Денман, служил в личной охране Трампа. С каких пор на подобные задания посылают сотрудников, пусть бывших, личной охраны действующего президента. Они, конечно, хорошо подготовленные ребята, но специальность у них несколько иная, не предусматривающая длительные скитания в джунглях и обыкновенный терроризм. Для выполнения подобной работы в США полно настоящих профессионалов, которых легко можно нанять за сравнительно небольшие деньги. А деньги действительно небольшие, поскольку, как утверждают сами наемники, основной куш предполагалось получить уже от нового венесуэльского правительства, которое пришло бы к власти в результате путча. Итак, что мы имеем? На территории США, под бдительным присмотром ЦРУ и ФБР, а они не могли не знать о готовящейся акции, собирается слабо подготовленная, набранная в сбору по сосенке группа, которая при минимальном финансировании, практически без оружия и без надежды на серьезную поддержку внутри Венесуэлы планирует организовать переворот. Это при том, что в последние годы провалены несколько значительно лучше подготовленных попыток переворота, в том числе как минимум одна с участием достаточно большой группы местных военных. Спецслужбы Венесуэлы поразительным образом получают полную информацию о готовящейся акции. Им остается только в час икс без проблем арестовать по сути безоружных наемников и продемонстрировать всему миру очередную агрессивную затею США. Я не сомневаюсь в профессионализме венесуэльских спецслужб, но для получения столь полной информации надо иметь крота либо в верхушке Сильверкорп, либо, что более вероятно, в ЦРУ. При этом в США не начинается скандал по поводу слива секретной информации иностранной разведки. Люди, организовавшие операцию, тоже пока не пострадали. Зато просматривается прямая связь президента Трампа и группы наемников, предпринявших абсолютно идиотскую и вредную как для интересов США, так и для избирательной кампании самого Трампа попытку путча в Венесуэле. Более того, заявленное намерение для дестабилизации ситуации в стране убивать кого попало позволяет Каракасу обвинить Вашингтон и лично Трампа в поощрении государственного терроризма. Даже в своих многочисленных попытках свергнуть Фиделя Кастро американцы не следили так грубо. А Фидель был для них значительно большей занозой в заднице, чем Мадуро. Я не люблю конспирологические версии, но иного объяснения всех нестыковок в истории с несостоявшимся путчем, кроме того, что это попытка подорвать электоральные позиции Трампа у меня нет. Понятно, что это не венесуэльская разведка придумала историю с путчем. У демократов США крайне плохо развивается избирательная кампания. Их надежды на то, что позиции Трампа будут подорваны эпидемией коронавируса, с которой власти США явно не справляются, не оправдались. Трамповский пиар может и кажется со стороны наивным, но он действует. Судя по всему, президент хорошо знает своего избирателя. Прошлую избирательную кампанию он выиграл в Твиттере, несмотря на то, что его соперницу Хиллари Клинтон поддерживали все мейнстримовские СМИ США и коллективного Запада. И в этот раз его голословные обвинения в адрес Китая, который якобы вовремя не предупредил об эпидемии, ВОЗ, которая давала неправильные рекомендации, и России, которая ведет агрессивную пропаганду, действует на неокрепшие умы простых американцев. Уступая Байдену по популярности среди избирателей 4% в феврале, в апреле Трамп уже выигрывал у него 2%. А ведь еще не начал в полную мощь играть украинский компромат на Байдена. Собранный и корректно юридически оформленный личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. До выборов, конечно, еще далеко. И все можно изменить. Но то, что предвыборная стратегия демократов оказалась неэффективной и нуждалась в корректировке, сомнений не вызывало. Ни для кого не секрет, что за свои первые три года правления Трамп так и не сумел провести чистку демократических кадров в Госдепе, ЦРУ, ФБР и прочих министерствах и ведомствах. Они и раньше проводили несогласованные с президентом и даже идущие вразрез с его политикой операции. Что могло помешать им устроить провокацию, призванную уронить рейтинг Трампа или хотя бы создать условия для очередной массированной кампании по его дискредитации? Предположим, что ЦРУ забросовые деньги наняли ЧВК, которую легко связать с Трампом через ее руководителя, его бывшего сотрудника. Задача несложная – организовать громкую, но провальную операцию по организации Пуча в Венесуэле. Для надежности в группу наемников, заброшенных на венесуэльскую территорию, внедрили еще одного бывшего охранника Трампа. А информацию о всех подробностях операции слили Каракасу через подконтрольные источники. В Латинской Америке все передают и перепродают информацию всем. Так что отследить источник слива при минимальных конспиративных мероприятиях будет не так-то просто. Игра беспроигрышная. Даже если Мадуру заподозрит, что информация слита ему специально, почему он должен отказываться от такой прекрасной возможности в очередной раз продемонстрировать всему миру агрессивный и даже террористический характер политики США? Не все ли ему равно, кто кого и как в Вашингтоне подставляет? В любом случае, это не повод, чтобы безучастно смотреть, как на венесуэльскую территорию проникает банда террористов. Каракас должен был в любом случае принять предложенную ему игру. В конце концов, Венесуэла в ней в явном выигрыше. А в проигрыше только Трамп. Но это его личные проблемы. Теперь смотрим на результат. Демократические СМИ сразу же после провала операции сконцентрировались не на источниках утечки информации к венесуэльской разведке, а на ниточках, ведущих к Трампу. Президент уже несколько раз вынужден был отрицать какую-либо причастность к данной авантюре. Посмотрим, не вспомнит ли кто-то из участников, что он слышал или ему говорили, что Трамп лично в курсе и одобрил операцию. Проверить эти утверждения невозможно. Но попытка импичмента Трампа, предпринятая демократами в 2019 году, базировалась ровно на таких же доказательствах. О крови из президента и его команды они выпили немало. Надо еще учесть, что американцы спокойно относятся к силовым акциям своего правительства за рубежом в случае их успешности. А вот провалы они воспринимают крайне нервно. Считают, что это удар по величию Америки. Виновным в таких провалах приходится не сладко. Не думаю, что один венесуэльский казус может серьезно подорвать электоральные позиции Трампа. Но какие-то очки он на нем потеряет. А предвыборная кампания в США состоит из массы подобных инцидентов. Какие-то выигрывает одна сторона, какие-то другая. Иногда набирается критическая масса негатива для одного из кандидатов и он проигрывает кампанию нокаутом еще до ее окончания. Чаще победа определяется по очкам в день голосования. Посмотрим, что ответит Трамп своим противникам. Но пока ситуация со странным путчем складывается не в его пользу. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.